Зарегистрированные кандидаты ведут активную предвыборную кампанию, проводят встречи, участвуют в знаковых мероприятиях, разъезжая по городам и весям нашей страны. 9 февраля город-герой Волгоград посетил Владимир Жириновский. Политик побывал на Мамаевом кургане и встретился со студенческой молодежью. Большое предвыборное турне лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского соединило несколько часовых поясов и городов России. Визит в Волгоград начался с посещения дорогого каждому волгоградцу места Мамаева кургана. Возложение венков и живых гвоздик здесь в зале воинской славы для кандидатов президента России не просто дань уважения и патриотический долг. Это своеобразная перекличка эпох, когда подвиг, совершенный 75 лет назад, сегодня обрел политическое значение. Это была битва за Европу и за весь мир. И все были восхищены. Все. И президент США, и премьер-министр Британии. Все. И фельдмаршал Паулюс сдался. Хотя ни один немецкий фельдмаршал никогда не сдавался. Но, видя мужество советских солдат, они все подняли руки вверх и сдались. Это величайшая победа. На встрече со студенческим сообществом Волгограда Владимир Шириновский рассказал о своем видении мирового порядка, где Россия была бы его законодателем. Об изменениях в отечественной экономике в пользу местных товаров и услуг. Об улучшении экологии и, конечно, о своих взглядах на труд учителя. Ведь диалог с молодежью проходил в педагогическом университете. Я бы отменил двойки в школе. Зачем создавать травму душевную? Ну вот давайте, скажем, пятерка, четверка, тройка, все. Может быть, сделать снова мужские школы, женские, смешанные. Пусть выбирают. То есть не обязательно смешанные. Пусть будет где-то одна мужская школа на весь город Волгоград, где-то одна женская. Я считаю, что учитель – самая важная, благородная профессия и должна быть самой высокооплачиваемой. Почему? Потому что вы учите будущих судей, офицеров, рабочих, конструкторов. И вам должны быть созданы самые благоприятные условия, социальный пакет. Чтобы приходили с радостью на урок, чтобы вдохновляли учеников. Одна из программных задач партии либеральных демократов – дать возможность молодежи проявить себя. Во всех региональных отделениях партии есть молодежные центры, каждый день в которых идет прием новых членов. Я всегда считала Владимира Желиновского очень человеком искренним, который говорит всегда правду, и я всегда за правду. Когда он выступает, он затрагивает действительно те моменты, которые стоит затрагивать. Не как остальные политики, они как-то в большей степени думают только о себе. Почти два часа Владимир Вольфович общался со студентами и отвечал на их вопросы. Диалог получился живым, острым и заинтересованным. А в конце, как и положено в молодежной среде и по уже сложившейся традиции – селфи. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34.